Здарова всем ребята, Кенда пока на проводе и прямо сегодня вы увидите топ 5 удаленных режимов в стенд оф 2. Да-да-да, это не концепты, это те все самые режимы, которые реально были в стенд оф 2 и некоторые из вас даже в них играли. Ну что же, приятного просмотра, обязательно поставь лайк, если любишь маму и папу и бабушку и дедушку и подпишись на канал Кенда ПК. Ну что же, а мы начинаем. Представь то, что с доната ты можешь получать 25% обратно. Звучит очень круто, на самом деле это правда, потому что это очередная халява от AppGallery. Если у вас нету приложения AppGallery, вам нужно будет его скачать и в нем зарегистрироваться, все очень просто. Для начала удаляем стенд оф. Ну а теперь по ссылочке в описании мы обратно устанавливаем стенд оф и самое главное помните, регион Россия. И вуаля, мы в стенд офе, прямо сейчас издоначу и получу кэшбэк. Давайте попробуем купить 100 голды, все элементарно, выбирая 100 голды и я получаю 25% кэшбэка. Ну а прямо сейчас я плачу и мы все это проверим. Не забывайте после оплаты нажимать кнопку получить. Ну и как мы видим, все работает. Монеты я получил, голду я получил, поэтому и ты получай. И монеты Huawei я могу тратить на новые донаты. Одна монета, один рубль. Все подробности читай в описании. Прямо сегодня у нас будет прям очень хардкорное выживание с ножом бабочкой. Да, ребята, я буду выживать с этой малышкой. 1 ноября 2019 года добавили режим под названием зомби выживание на Хэллоуин. Как по мне, это был очень крутой, очень классный режим. Я лично от него кайфовал и давайте немножко на него посмотрим. Тиммейт, братаны, братва. Вы сегодня будете меня прикрывать. У вас очень большая ответственность. Если вы опозоритесь, то я выложу это видео на ютуб. И все будут в комментариях писать, что вы нубы. Так, 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 так. Ох ты, блин. Нормально, нормально, нормально. Почины, все под контролем. Вы что стреляете? Просто так не пугаете кинет. Опа, зомби, зомби. Зомби. Давай, давай, один на один. Засал. Ух ты, блин, 46 хп. Я сейчас сдохну. Сейчас сдохну. Нет. Нет, 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 нет. Фух. Данный режим добавили всего лишь на некоторое время. И как по мне, карта для этого режима была очень маленькая. И честно говоря, зомби были не сбалансированные. Потому что у него было очень мало хп. Просто посмотрите на вот это. Ну что, ребятки. На стражу порядка вышел Кент АПК. Нифига себе. Вот это я спайдермен. Блин, нихрена себе. Вот это понимаю. Ну все, людишки, вам просто жопа. Вот моя первая жертва, ребят. Ну вот мне уже его жалко. Так, 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 так. Иди сюда, ну, 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 иди, чувак. Ну, ну. Братик, привет. Так, 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 он меня не видит, он меня не видит. Ай, увидел. Ну и следующий режим, о котором я хотел бы вам сказать. Это режим перехват. Он был в предыдущей обнове. Суть крайне проста. Команда спецназа должна защищать груз. Команда террориста должна брать груз и отвозить его на точку. Относить точнее. Честно говоря, режим был нереально занудный. Ну вот попробуйте мне только сказать, что вам было интересно в него играть. Ну просто попробуйте. Ну реально, ну это же скучно. Это очень сильно занудно. Вот поиграли две недели в этот режим. Все там, не знаю, поиграли. Всем уже он успел надоесть. И хватит. То есть это не закладка бомбы, в которую можно играть постоянно. Следующий удаленный режим, это режим безумный Санта. В чем суть этого режима? Если ты Санта, то ты кидаешь снежки и киляешь противников. Если ты Санта, то у тебя там 2000 хп, то есть как вы сейчас видите на экранах, и за каждый килл ты получаешь по 10 очков. Чем больше у тебя очков, то тем круче ты играешь. Также у тебя есть такая вот волшебная палочка. Ну это что-то наподобие обычного, нажав стенд оф 2. То есть режим был очень крутой. Это было в новогоднем обновлении. Давало какой-то новогодний антураж. И мне лично он очень сильно нравился. Правда, опять же, вот проблема всяких режимов, что они довольно-таки быстро надоедают. То есть да, покидаешь снежки, да, прикольно, да, классно. Но блин, ну не будешь же так кидать целый день подряд. Ты так одну-две катки сыграл, и все, надоедает. Но тем не менее, данный режим тоже очень прикольный. И я бы хотел, чтобы в этом году его обратно добавили. Следующий удаленный режим, это, ребятки, режим царь горы. В чем суть этого режима? Ваша команда как можно дольше должна находиться на точке. То есть есть такой определенный квадрат на карте. Прямо сейчас вы его видите. И команда должна находиться внутри него. Чем дольше она находится, тем больше у нее очков. И у кого больше очков, тот и побежит. Вот вы прямо сейчас все видите. Также есть такие специальные новогодние пистолеты. Специальные новогодние М40. И как по мне, ребят, тоже, тоже на две недели. Ну, не более. То есть тоже прикольно, тоже классно. Но все сыровато, все сделано коряво. И лично мне этот режим буквально спустя две катки надоел. И я больше никогда в него не играл. Еще один удаленный режим под названием Бой на смерть. Что же это такое? Это что-то на подобии командного боя. Просто раньше командного боя не было. Было вот это. И оно было в тысячу раз хуже, чем командный бой. Посмотрите на арсенал оружия. Это, ребят, очень старое обновление. Попрошу обратить ваше внимание сверху на статистику. То есть, грубо говоря, за каждый килл ты получаешь по два очка. У кого больше очков, тот и побеждает. Также посмотрите то, что нету мини-мапы. Обратите внимание то, что ничего не понятно. Непонятно, откуда по тебе стреляют. Нету разброса. Посмотрите на эти огромные руки. На это убогое, не кастомизированное управление. И честно говоря, ребят, как же это было неудобно. Раньше даже не было кнопки прыжка. То есть надо было вначале присесть, а потом встать. И только тогда можно было прыгать. Нельзя было сразу. Посмотрите, как играют игроки. Это не игроки, это боты. И я очень рад, что стендов не стоит на одном месте. И то, что такого режима уже нету. И то, что сейчас есть командный бой. Нормальный, хороший режим, который реально играет игроки. В котором реально можно потренировать свой АИМ. Потому что вот это то, что я вижу. Ну, я не знаю, как это назвать. Это какая-то сельская драка у клуба. Вот что мне это напоминает. Потому что, ребят, даже мини-мапы нету. Ну, посмотрите. Посмотрите, как игроки стреляют. Вообще непонятно, что происходит. То есть по тебе стреляли в спину, ты даже этого не видел. Вот такой вот был режим. И я очень рад, что он тоже был. Потому что если бы не было этого режима, то не было бы командного боя. А это, ребят, называется эволюция. Ну, что же, ребятки, давайте прямо сейчас проведем небольшой интерактив. Если вам нужна голда, то прямо сейчас напиши в комментариях, какой скин у тебя купить и за сколько. А кто-то, у кого есть голда, или, например, я, купит твой скин. Я думаю, все предельно просто. Только не пишите особо высокие цифры, потому что это глупо. Ну, что ж, дорогие друзья, большое спасибо вам всем за просмотр. Обязательно, прямо сейчас напишите в комментариях, какой режим вам понравился больше всего. Не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал и писать любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.